Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей на канале Лабутнанского телевидения. В студии работает Андрей Симоненко. Далее обзор самых разных городских событий с подробностями и комментариями. Вначале коротко о сегодняшних темах. Наш город стал точкой в маршруте заслуженного путешественника России Анатолия Цепкало. Этим летом по поручению президента России Владимира Путина были увеличены выплаты по социальному контракту. До 350 тысяч рублей выросла единовременная помощь для открытия или развития бизнеса. Реновация школы в поселке Хар продолжается активными темпами. Строители идут с опережением графика. А пока ученики и их педагоги занимаются в начальной школе. Больше 15 миллионов удалось заработать мошенникам на доверчивости лабутнанцев. На днях очередной житель городского округа стал жертвой преступного развода. Сегодня в многоквартирном жилом доме по улице Дзержинского произошло возгорание. К счастью, лишь в рамках пожарно-тактических учений сотрудников МЧС. Сегодня в лабутнанге состоялся муниципальный этап открытого первенства Ямала по военно-прикладным видам спорта «Патриот». На торжественное богослужение по случаю престольного праздника в Хапский храм приехал архиепископ Салихарский и Новоуренгойский Николай. Наш город стал точкой в маршруте заслуженного путешественника России Анатолия Цепкала. Он ветеран Вооруженных сил России, спортсмен, член Русского географического общества. На его счету десятки экспедиций. Известен своим экстремальным пешим переходом из Воркуты в Москву, которое состоялось 35 лет назад в 1987 году. Расстояние в 2173 километра он преодолел за 47 дней. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте. Вот видите, видели вас только по телевизору, теперь жмем руку. Неужели это состоялось? Приветствуем вас на лабутнанской земле. Это город, который делится своим душевным теплом со всеми гостями нашими. Поэтому милости просим к нашему столу за чашку чая. Оказалось, что известный путешественник хорошо знаком с Крайним Севером, хотя сейчас живет на юге. Город Лабутнанги он помнит совсем другим. Анатолий Александрович с удивлением и восторгом воспринимал новости о том, какие еще перемены ждут и без того изменившиеся северные территории. Губернатор теперь ставит задачу по развитию туристического кластера в предгорьях Полярного Урала. А, соответственно, через город Лабутнанги, поселок Харп пойдут, должны пойти, скажем так, большие потоки туристов. Дай Бог, жить нам всем в мирное время. Время для приезда в наш город Анатолий Цепкало выбрал не случайно. На 20 сентября исполнилось 35 лет со дня завершения его знаменитой экстремальной экспедиции из Воркуты в Москву. Юбилейную дату путешественник встретил, как и полагается, в поезде. Старается навещать свой любимый северный город каждые пять лет. Приезжаю сюда, чтобы повстречаться с моими северянами. Ваши речи я слышал не раз сейчас, что вы определяете наш народ северный как герой, так сказать, можно сказать, настоящий герой, настоящие люди, особенные люди, которые выдают себя действительно за настоящих патриотов севера, тружеников. Специалисты муниципального архива познакомились с этим удивительным человеком 10 лет назад и сразу начали сотрудничать, а правильнее сказать, дружить. Он рассказывал о своих путешествиях, о своих достижениях, о своей жизни. И мы попросили его поделиться с нами своими документами, что он с удовольствием сделал. И вот в 2018 году мы открыли его архивный фонд в муниципальном архиве. В дни, когда гостит в Лабутнанге, Анатолий Александрович любит погулять по городским улицам и паркам. Правда, совсем их не узнает. 40 лет назад это был совсем другой город. С каждым приездом сюда путешественник чувствует нарастающую, крепнущую связь с этими местами, где, как он считает, все для него началось. Именно вот с этого места, с этой земли, которая дала мне какое-то второе дыхание, какое-то вдохновение дала, возможность проявить себя на каком-то участке фронта, то ли на трудовом, то ли на спортивном, то ли на каком-то другом, педагогическом и так далее, и так далее. Я очень благодарен. И, конечно, вижу, вижу вокруг такой прекрасный, потрясающий город. Ну как не восхищаться? Только восхищаться приходится. Все события этого приезда на Лабутнанскую землю Анатолий Александрович Цыпкало обещал отразить на страницах своей очередной книги. Ольга Болдырева, Дмитрий Свирид. Программа «Время местное». Реновация школы в поселке Харп продолжается хорошими темпами. Строители идут с опережением графика. В учреждении будут обновлены помещения, оборудованы новые лаборатории и специализированные кабинеты. Образовательная деятельность станет отвечать всем современным требованиям. А пока ученики и их педагоги занимаются в начальной школе. Репортаж Ирины Якубовой. 42 года пролетели как один день. В 80-м юная надежда, выпускница Житомирского педагогического института, впервые вошла в учебный класс. Отработав три года по месту распределения, уехала на Ямал. Советская молодежь стремилась покорять север. Мы еще совсем молодые, возможно где-то не привыкшие, но с таким энтузиазмом приехавшие, увидевшие эту красоту, конечно, она красота в первую очередь покорила. И здесь вот мое начало было как раз именно вот в этой школе, мы ее про себя называем маленькой школой. Хотя в то время это полностью была средняя школа, а уже потом больше была построена наша большая школа, то есть наша средняя школа. Более 30 лет Надежда Николаевна учила детей иностранным языкам в средней школе. Но в прошлом году из-за того, что ее закрыли на ремонт, пришлось вернуться в свою маленькую, причем вместе со своими учениками. Сначала переживали, как будут учиться в одном здании, но все оказалось лучше, чем предполагали. У нас даже рекреации, коридор, он тоже занят настолько так, продуманно, чтобы было место, где отдохнуть детям, где, возможно, в другой раз учитель занимается с детьми или занимается индивидуально с кем-то. То есть у нас вопрос, что мало кабинетов, он сам по себе как-то не стоит. То есть мы находим общий язык, определенные кабинеты одни классы ведут уроки, в других кабинетах другие. И, конечно, этому помогает то, что у нас две смены. Пока ученики средней школы учатся здание начальное, реновация идет активными темпами. Здание, построенное в конце 80-х, изменится полностью. Образовательный процесс будет отвечать всем современным требованиям. Я жду то, чтобы в школе появятся хорошие доски, чтобы хорошо видеть. Даже тот, кто очень плохо видит. Были очень хорошие спрограммированные компьютеры, были хорошие парты, не потрепанные, не сломанные, чтобы их дети не ломали. Ну, вообще, я жду от школы наибольшую. Ну, я уже представляю ее, какая она будет большая и красивая. Там, где можно еще посидеть и как бы отдохнуть. Много будет учителей, и будет все замечательно, красиво. Где можно будет просто выйти в коридор и просто посидеть, отдохнуть от урока. Будет интересен посмотреть, что там. Там более, большие возможности. Реновация школы – это школа самая современная. В зависимости, вот в соответствии с концепцией, она будет наполнена оборудованием технологическим, инновационным, интерактивным оборудованием. Появятся каворкинг-зоны, появятся новые обновленные помещения, которые будут носить научные лаборатории для детей. То есть очень много нового, интересного, современного. Программа о реновации школ началась по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Она касается общеобразовательных учреждений в капитальном исполнении, построенных более 20 лет назад. Кардинальное обновление ждет 58 школ во всех городах и районах Ямала, в том числе и в Харпе. Завершение реконструкции запланировано на следующий год, но педагоги и ученики надеются, что следующий, 1 сентября, они встретят в стенах обновленной средней школы. Но этот учебный год начался и проходит в штатном режиме. Ирина Яковлева, Владимир Николаев, программа «Время местное». Этим летом по поручению президента России Владимира Путина были увеличены выплаты по социальному контракту. Ямальцы, обратившиеся за поддержкой после 1 июля, уже начали получать повышенные пособия. Так, с 250 до 350 тысяч рублей выросла единовременная помощь для открытия или развития бизнеса и со 100 до 200 тысяч рублей личного подсобного хозяйства. Благодаря изменению размера прожиточного минимума была увеличена выплата для третьего направления поиска работы до 21 600 рублей в месяц. В этом году уже заключено более 300 соцконтрактов, поддержкой охвачено свыше 700 человек из числа малоимущих семей с детьми для одиноко проживающих граждан. Социальный контракт призван повысить уровень жизни и доход ямальцев. Для этого между гражданином и государством заключается соглашение. В его основе программа «Соцадаптация», где прописываются условия выхода из сложной жизненной ситуации. Больше 15 миллионов удалось заработать мошенникам на доверчивости лабытнанцев. С начала года полицейскими уже зарегистрировано 64 факта обмана. Чаще всего преступники выдают себя за сотрудников банка. Пытаются убедить своих жертв обезопасить счета. Телефонный прессинг длится недолго. Результат такого диалога многотысячный, а то и миллионные потери. На днях очередной житель городского округа стал жертвой преступного развода. Если и учиться на ошибках, то только на чужих. Но не в этот раз. Очередной жизненный урок преподали мошенники жителю поселка Харп. Долговую яму мужчине выкапывали пять дней. Все это время пенсионер обивал пороги банков. В итоге оформил на себя три кредита, две кредитные карты, набрал микрозаймов под залог авто. Метод для убеждения аферисты использовали старый, а вот схему вывода денег выбрали новую. По указанию потерпевшие устанавливали на своем мобильном телефоне приложения, такие платежные системы, как Мирпэй, или Эплпэй, или также Гуглпэй, то есть платежные системы, которые можно привязать любую банковскую карту. И используя уже мобильный телефон, осуществляется снятие или пополнение денежных средств на карту без самой карты. Мошенники успешно опробировали новую преступную схему. На доверчивости пожилого мужчины они заработали три миллиона рублей. За эти пять дней они настолько обработали потерпевшего, что тот даже дал подписку о неразглашении лжеполицейским, которые, кстати, попытались выйти на след банковских мошенников. Теперь разобраться в этой преступной истории придется лабытнанским сыщикам. Кстати, в последнее время именно харповчане все чаще и чаще попадают в капкан обмана. Сегодня в многоквартирном жилом доме по улице Дзержинского произошло возгорание. К счастью, лишь в рамках пожарно-тактических учений сотрудников МЧС. По легенде, пожар произошел в квартире площадью 20 квадратных метров. На борьбу с огнем выехал караул спасателей. Утро спасателей началось не с кофе. По легенде, в пожарную часть поступил звонок от жильца дома по улице Дзержинского, который сообщил о происшествии. Незамедлительно к месту пожара прибыли сотрудники МЧС. Это 50 человек личного состава и 9 единиц техники. Задача звена – отыскание пострадавших и очага пожара. Здесь все, как по-настоящему. Лестница, автоподъемник и даже штаб пожаротушения разместили во дворе домов. По замыслу учений, на первом этаже в одной из квартир произошло возгорание в результате замыкания электропроводки. Прибывшие спасатели сразу же приступили к разведке. В ходе операции был спасен человек. Условно пострадавшего обнаружили на втором этаже. Его немедленно доставили в карету скорой помощи. Руководитель тушения оценивает обстановку на пожаре. Принимает какие-то решения, куда отправить личный состав. Какие задачи первыми выполнили. То есть смотрит, если по обстановке требуется помощь людям, направляет личный состав на спасение людей. Если после спасения людей необходимы какие-то другие мероприятия, по эвакуации имущества, направляет на эвакуацию имущества. Далее на тушение пожара. И только слаженная и быстрая работа огнеборцев помогает избежать большой беды. Они, как супермены, всегда приходят на помощь, невзирая на опасность. Сегодня тренировка это еще раз доказала. Пожар был локализован в кратчайшие сроки. Райер Малаева, Николай Снегир. Программа «Время местное». Сегодня в Лабытнанге состоялся муниципальный этап открытого первенства Ямала по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Организаторы подготовили для школьников ряд заданий – конкурс «Смотр строя и песни», «Метание меча», «Бег» и многое другое. Торжественное открытие первенства прошло на стадионе «Арктика». Несмотря на погодные условия, пять школьных команд с нетерпением ждали начала соревнований. Уважаемые участники первенства, пусть перемены, которые ждут вас впереди, закалят вас, сделают твердым характер и несгибаемую волю. Несите достойное звание защитника Отечества и пусть победят сильнейшие. Начальный этап – конкурс «Смотр строя и песни». Первыми выступили участники школы номер три. Напомним, что в прошлом году эта команда стала победителем муниципального этапа. Удастся ли им снова одержать победу, выяснится только после всех пройденных этапов. У нас многие люди уже не попали в этот раунд, ушли бы, потому что больше 16 лет. Вот только я, да, еще один человек остался. Если говорить про выступление, которое мы только что представили, «Смотр строя и песни», то я лично считаю, что это хуже, чем даже средний. Потому что, во-первых, мы были первые, хотели посмотреть, кто как выступит, но не получилось. Командующий парадом старший лейтенант строго следит за тем, как школьный строй выполняет все поставленные капитаном команды. За точное выполнение насчитывались баллы. Задача участников – показать строевую подготовку, уверенно пройти, не допуская ошибок. С этим заданием лучше всех справилась школа номер 8. Следующий этап первенства – атлетическое многоборье, бег, метание мяча и подтягивание. Таким образом проверяют участников на силу, ловкость и выносливость. Соревнования на этом не заканчиваются. Завтра командам предстоит проверить свой уровень подготовки на следующих пяти этапах. Тогда и определится победитель. Анастасия Шаховсова, Сергей Антропов, программа «Время местное». В православном календаре множество праздничных дней, которые отмечаются всеми верующими. Однако в каждом храме, помимо общецерковных праздников, есть свой особенный день. На торжественное богослужение по случаю престольного праздника в Харпский храм приехал архиепископ Салихарский и Новоуренгойский Николай. У каждого человека есть в жизни важные памятные даты – день рождения, день ангела. Такое же значение имеет для храма престольный праздник. Все православные храмы построены и освящены в честь какого-либо почитаемого святого или в память о важных евангельских событиях. Главная часть храма – престол. Отсюда и название праздника. В храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Харп сегодня особенно многолюдно. На главный храмовый праздник обычно собирается весь приход. Торжественное богослужение провел архиепископ Салихарский и Новоуренгойский Николай. Всегда праздник этот напоминает нам о том, что раз уж мы имеем такое покровительство, мы должны быть благодарны нашим покровителям, тех, кто нас заботится. И вот чувство благодарности, оно должно в нашей жизни не забываться, только приумножаться. Оно относится и к простой жизни. Дети должны быть благодарны своим родителям. В каком бы возрасте они, эти дети, не были, должны помнить об этом. Должны мы быть благодарны своим благодетям, учителям, которые нас учат в нашей жизни. Благодарны тем людям, которые о нас заботятся, ведь у каждого свое служение. Архиепископ отметил изменения, произошедшие в храме и вокруг него. К своему главному празднику храм Рождества Пресвятой Богородицы обрел благоустроенную и совершенно измененную территорию. А звук новой звонницы теперь слышен по всему Харпу. Это все на сегодня. Далее прогноз погоды и на завтра. Заходите на наш сайт lbtv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях, где мы размещаем оперативные сообщения и новости. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова